Битва за гаражи развернулась в Караганды. Владельцы 210 железных боксов объединились против крупной строительной компании, которая потребовала сноса построек. Людмила Батюшкина продолжит. Вот такие объявления появились на каждом гараже. Новые владельцы территории требуют снести боксы или грозят полицией. Ну как можно обидеть столько людей, в основном пожилого возраста. Они все рядышком живут, им это очень удобно. У многих погреба здесь, картошка здесь. Ну как так можно? Оформлял через нотариус, у меня документы есть на этот гараж, только на гараж. На собственной земле, конечно, у меня документов нет. И тогда, хотя и было в 2017 году, у нас вот это вот все, приватизация, можно было делать все это. Ну, как-то, знаете, никто об этом не думал. Представители компании, которая заявила свои права на землю, собираются начать на этой территории строительство многоэтажного дома. Жители обратились к юристам, которые выяснили, что по плану детальной планировки на этом месте жилая застройка не предусмотрена. Здесь должен быть именно гаражный массив, который появился еще 30 лет назад. Тогда же эту землю сдали владельцам боксов в долгосрочную аренду. Договор подписала одна из хозяек гаражей, которая для этих целей оформила ТОО. И, как выяснилось, не так давно продала права строительной компании, не спросив никого. Мы считаем, что права земельные здесь нарушены, потому что это общедалевое. Она вот нанимала охрану, смотрела, присматривала. Это все деньги платили данные вот люди, которые здесь находятся. Не просто так это все было, не забесплатно. В действительности, как она сказала, здесь целевое назначение участка и план детальной планировки, он не подразумевает строительство многоэтажного дома. Такое есть. Поэтому существуют определенные процессы, которые, ну, через некоторое время это поменять. То есть это возможно. Но для этого есть закон, законным образом абсолютно меняется. Люди готовы платить и новому арендатору, но ему это невыгодно. Хозяевам боксов он предлагает перевезти их в другие микрорайоны. Кстати, где даже по плану детальной планировки планируются жилые дома. Так что и оттуда людей, возможно, скоро выгонят. Владельцы гаражей готовы идти в суд. 30 из 210 семей не захотели связываться и согласились вывезти свои гаражи. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.